В эфире служба новостей Саров-24. В студии Кирилл Васенин. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Действия в экстремальной ситуации и умения определять источники заражения всех типов. В учебном пункте ядерного центра прошли соревнования в нештатных отрядах самообороны ГОИЧС. Духовные традиции русского театра. 11-я городская конференция «Земля Серафима Саровского». Неограниченные возможности. Воспитанники отделения плавания «Дюшикар» завоевали медали на областном чемпионате. Далее расскажем обо всем подробно. Соревнования внештатных отрядов самообороны ГОИЧС прошли на учебном пункте РФЯЦ в НЕФ. В них приняли участие порядка 50 сотрудников ядерного центра. Организаторы поставили перед участниками несколько задач. Научиться правильно действовать в экстремальной ситуации, знать и уметь, и определять источники заражения всех типов. У каждого участника внештатного отряда самообороны ГОИЧС своя должность и обязанности. За координацию всех действий отвечает командир, есть специалист по метеонаблюдениям и дозиметрист. Много лет назад Алексей Фролов взял на себя обязанности химико-разведчика. Началось все с интересов, с тренировок, а потом переросло в проведение таких соревнований. Я как в команде, наверное, химико-разведчик, определение отравляющих веществ в воздухе, то есть вот моя задача основная, ну на проведение здесь мой этап, я его уже отработал практически до автоматизма. По словам Алексея, на практике в экстремальных ситуациях свои знания проверять ему и его команде еще не приходилось. Но мужчина уверен, если надобность возникнет, раздумывать и спрашивать, что делать, они не будут. Такого же мнения придерживаются и организаторы. Мы всегда быть должны готовы к любым вопросам вызова природы, вопросам чрезвычайных ситуаций, техногенного характера. Не секрет, что мы здесь находимся с вами на объекте, где у нас используются и радиационные материалы, и ядерные материалы. И вот этих людей мы готовим вообще для действия в ликвидации наших чрезвычайных ситуаций. Всего командам необходимо было пройти шесть чекпоинтов. На каждом свое задание, свое вводное, временное выполнение и штрафные баллы. Вначале командам предстояло проверить свое оборудование и приборы. На следующем этапе необходимо показать свое умение пользоваться приборами, определяющими химическое, биологическое и радиационное загрязнение, после чего переместиться на наблюдательный пост. Здесь отрабатывается, значит, метеоданные, значит, измерения, а также засечка в случае ядерного взрыва. По словам участников, к этим соревнованиям они отнеслись очень серьезно. Каждый понимает, что в случае возникновения внештатной ситуации от их действий будет зависеть чье-то здоровье или даже жизнь. Кирилл Василин, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. По статистике, самым частым нарушением правил дорожного движения среди велосипедистов стал переезд пешеходного перехода на двухколесном транспорте. В таком случае водитель автомобиля часто не успевает среагировать, в результате чего возникает аварийная ситуация. Какие профилактические меры предпринимают сотрудники ГИБДД для того, чтобы таких случаев на дорогах было как можно меньше, выясняла наша съемочная группа. По словам сотрудников ГИБДД, основной часть их ежедневной работы занимает профилактика правонарушения на дорогах города, а не наказание водителей за те или иные нарушения правил. С наступлением теплой погоды под особым контролем у дорожной полиции водителей мопедов и велосипедов. Не стоит забывать, что велосипед, так же как и мопед, мотоцикл и автомобиль это источник повышенной опасности для пешеходов и его место на проезжей части. Однако двигаться по тротуару велосипедист все-таки может и такие случаи в правилах четко описаны. Дети до 7 лет вообще должны двигаться только в пределах пешеходных зон, допускается им двигаться только по тротуарам, но ни в коем случае без выезда на проезжей части. Дети до 7 лет возможно двигаться только по тротуару и, соответственно, по тротуару еще запускается двигаться лицам старше 14 лет, если они осуществляют сопровождение ребенка. Также, по словам полицейского, двигаться по тротуару можно, если отсутствует возможность проехать по дорогам общего пользования, например, если на проезжей части произошла авария или идет ремонт. Во всех остальных случаях на велосипедиста будет составлен протокол и выписан штраф в размере 800 рублей. Кирилл Васильев, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Продолжается прием документов от сыскателей региональной премии в области общественного признания и добровольчества. Нижегородский «Феникс». Победителей выберут в нескольких номинациях. Благотворитель года, Доброволец года, фирма «Доброй воли», социальные журналисты СМИ и других. Заявки на участие принимаются до 20 мая. Более подробную информацию можно получить по телефону 99040. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Регистрацию автомобилей теперь можно прекратить, не выходя из дома. На днях в России запустили онлайн-сервис для граждан, транспортные средства которых перешли в собственность нового владельца, но не были перерегистрированы на него в течение 10 суток. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо зайти на портал госуслуги, перейти в раздел «Регистрация транспортного средства». Далее выбрать подраздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границу» и найти соответствующую услугу. 29 апреля глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник, 23 апреля, в 128 кабинете здания городской администрации с 8.30 до 17.30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефону 99059 и 97770. На оценку «Отлично!» тотальный диктант в Сарове написали 19 человек. Это абсолютный рекорд. Для сравнения, в прошлом году без единой ошибки текст написали 4 саровчанина. Как сообщили в департаменте образования, 24 апреля всех отличников приглашают на церемонию награждения. Она пройдет во второй гимназии. Начало в 6 часов вечера. В Саровском физико-техническом институте прошла 11-я городская конференция «Земля Серафима Саровского». В год театра в России темой форума стали духовные традиции этого вида искусства. Руководители Православного творческого объединения «Мир» рассказали участникам о возникновении театра в нашей стране и в мире. Его настоящим и будущим. А также обсудили одно из направлений – православный театр. Концерты, презентации, дискуссии. Организаторы конференции «Земля Серафима Саровского» каждый год ищут новые формы проведения. В этот раз выбрали формат спектакля. Участникам конференции предстояло узнать, как возникло одно из направлений театра – религиозное. Православный театр начал сражаться еще в XIX веке. Уже в то время происходит постепенное проникновение нравственной литературы именно в театр и через театр на массового зрителя. И сейчас мы имеем то, что мы с вами имеем – православный театр. В этом году темой обсуждения на конференции стали «Духовные традиции русского театра». Специальными гостями стали руководители и актеры православного творческого объединения «Мир». Роман Сванидзе и Ирина Семенчук рассказали участникам о возникновении театрального искусства, истории создания православного театра в нашем городе. Организаторы отметили, что творческий коллектив в своих постановках поднимает серьезные нравственные темы. Очень эффективный проект для зрителей, потому что очень многие вещи не объяснишь рационально, не всегда есть у человека достаточный опыт. А вот театр позволяет понять очень важные вещи с помощью художественных образов. Результаты 11-й конференции будут подведены на заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию, а затем опубликованы на официальном сайте Саровского благочиния. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Символ памяти и воинской славы. В преддверии Дня Победы по всей стране стартует акция «Георгиевская ленточка». Она призвана в очередной раз выразить уважение к ветеранам, отдать дань памяти павшим на поле боя и всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. В Клубе здоровья прошел мастер-класс по проведению всероссийской акции. Организаторы напомнили, как должен вести себя волонтер и как правильно завязывать георгиевскую ленточку. Акция «Георгиевская ленточка» – это эстафета от прошлых поколений к нынешнему. Народная память и уважение к подвигам дедов и прадедов. И носить георгиевскую ленту нужно правильно. В преддверии 9 мая на базе Клуба здоровья Центра внешкольной работы прошел традиционный обучающий мастер-класс для воспитанников школ города. Важно не столько рассказывать о ленточках, сколько просто делать акцент на памяти. О том, что прежде всего мы должны передавать ту самую память подрастающему поколению. Это то самое чувство патриотизма, гражданственности. Это частичка Родины, о которой мы должны говорить, особенно в настоящее время. На мастер-классе волонтерам рассказали, что цвета георгиевской ленты выбраны не случайно. Оранжевый – это цвет пламени, черный дыма. Они служат символами страшных лет прошедшей войны. Также волонтерам напомнили, как правильно завязывать георгиевскую ленту тремя способами – петелькой, крест-накрест или бантом. Узнал, где можно, где нельзя носить георгиевскую ленточку, много способов, как приделать, с какой стороны ее правильно носить. Узнал, какие слова говорят при раздаче георгиевских ленточек. Акция «Георгиевская лента» проводится с 22 апреля по 9 мая. Моя более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте Центра внешкольной работы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Сравчане выступили на открытом областном чемпионате по плаванию среди спортсменов-инвалидов. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Держинска, Нижнего Новгорода, Бора, Шатков и Балахны. Сразу несколько воспитанников «Дюш-шикар» завоевали на чемпионате золотые, серебряные и бронзовые медали на различных дистанциях. Подробности в следующем репортаже. Сила духа и воля к победе заставляют забыть об ограниченных возможностях. Трудности не мешают этим ребятам становиться чемпионами. В соревнованиях в Держинске участвовали спортсмены из семи городов области. Саровчане заняли почти все призовые места. Ребятки выступили очень достойно, улучшили свое время, выполнили разряды, причем второй взрослый разряд, третий взрослый разряд и первый юношеский. Для каждой группы пловцов есть свои показания и ограничения, которые требуют пристального внимания и индивидуальной работы. Тренируются спортсмены по два часа пять дней в неделю. За это время дети укрепляют здоровье, преодолевают психологические барьеры и адаптируются в социальной среде. Я поучаствовала в соревнованиях, научилась плавать, стало быстрее плавать. Адаптивный спорт в Сарове продолжает развиваться. Регулярно проводятся городские соревнования, разрабатываются новые программы по физической культуре для детей с ограниченными возможностями. На данный момент у меня уже три группы с детьми, инвалидами. Ну и плюс у нас еще в молодежном центре занимаются с такими же детками. То есть я считаю, что для нашего небольшого города это очень хорошо. У нас проходят веселые старты на воде, веселые старты для детей таких на суше. Плюс вот у нас на следующей неделе будут соревнования по плаванию. По словам тренера Эдуарда Вешкина, за время тренировок ребята стали дружным и сплоченным коллективом. Вместе с родителями юные пловцы регулярно посещают музеи, кино и театры. Выбираются вместе на прогулки. Общение поднимает настроение, а совместное достижение результатов помогает поверить в свои силы. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Сразу после выпуска новостей смотрите наш специальный проект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите историю тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Виктору Васильевичу Сазонову сегодня 79 лет. Когда началась Великая Отечественная война, он был еще совсем ребенком. Как начало войны я помню, не помню, потому что был очень маленьким. Да и военных действий на территории Тамбовской области не происходило. А вот уже в конце 1943 года мы уже почувствовали, что такое война. В городе Мичуринске, где жил на тот момент Виктор Васильевич, находился железнодорожный узел, через который день и ночь проходили эшелоны с техникой, продовольствием и военными. Станции постоянно подвергались авиационным атакам. Когда уже стали производиться бомбежки, стали слышать артиллерийские выстрелы, мои родители и старшие братья, сестры стали рыть землянки на территории своего огорода. Мы жили в частном доме, где во время сирены, во время голого самолета мы маленькими детьми прятались. В 1947 году Виктор Васильевич пошел в первый класс, окончив школу, поступил в Саратовское военное училище и по распределению приехал в наш город. Отдав большую часть своей жизни службе во внутренних войсках, он отправился на заслуженный отдых и стал председателем Совета ветеранов Саровской дивизии. Наша организация, в организации в настоящее время пять участников Великой Отечественной войны, которые живы, служили в нашей дивизии и в настоящее время проживают в нашем городе. Это очень заслуженные люди. И мне хотелось так и пять, и шесть дружников тыла, которые во время войны работали на полях сельского хозяйства, в колхозах, совхозах, на заводах, фабриках. Вместе с супругой Виктор Васильевич воспитали детей, а сегодня помогают нянчиться с внуками и правнуками. В преддверии 9 мая поздравить, конечно, их всех. И в первую очередь участников войны, малолетних жителей концлагерей, узников Ленинграда и всех, которые пережили в лихолетии Великой Отечественной войны, тем более сейчас есть дети войны уже. Пожелать им, конечно, счастья, здоровья, благополучия. А участникам войны еще раз выразить благодарность и низкий поклон за то, что они проявили в годы Великой Отечественной войны как на фронтах, так и на мирных трудах. Героизм, отстояли нашу Родину, сделали все для того, чтобы мы с вами жили более-менее счастливо и хорошо. Редактор субтитров А.Семкин